День с толком Самоизолируемся, поэтому очередной выпуск пишем дома Смотрите в этой программе Дороже только черная икра Почему иммуностимулирующие продукты заметно выросли в цене И кто создает ажиотаж Молитесь на дому или общайтесь со священниками дистанционно Как в эпоху самоизоляции работают православные храмы Осталось подвести итоги Комиссия конкурса видеороликов к юбилею Победы продолжает отсматривать сюжеты участников Плюс 5 человек за сутки В Алтайском крае подтверждены новые случаи заражения коронавирусом Об этом накануне сообщил оперативный штаб региона Всего теперь число инфицированных в крае 12 Установлено, что трое из пяти контактировали с предыдущими заболевшими Клинических проявлений болезни у них нет Двое других никаких контактов с ранее инфицированными не имели Анализы у них взяли в связи с тяжелой формой плеврита у одного пациента И пневмонии у второго Все заболевшие проходят курс лечения Специалисты Роспотребнадзора уточняют круг возможных контактов Наверняка многие из вас заметили, что такие продукты, как чеснок, имбирь, лимон То есть укрепляющий иммунитет заметно выросли в цене Например, цена имбиря за один килограмм – тысяча рублей, даже больше А в некоторых регионах страны и все три Госдума попросила Федеральную антимонопольную службу разобраться в ситуации Валентина Аскерова продолжит Вот этот коронавирус, он лечится очень легко с помощью имбиря Если вы будете жевать имбирь и пить напиток куркуму Делать отвар куркумы, не сильно концентрирован с медом То вы никогда просто не заболеете этим вирусом Кажется, что это ирония, но нет Писатели, по его собственным заверениям, кандидат медицинских наук Его имя не хочется озвучивать всерьез На многотысячную аудиторию вещают, что имбирь – это панацея от коронавируса Имбирная лихорадка добралась и до нашего региона Ценник на полезный корень подскочил до 1200 за килограмм Что в пять раз больше, чем до пандемии коронавируса Заметно подорожал и лимон Лучшая борьба с коронавирусом – это лимон Научно доказано Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о том Что имбирь и лимон спасают от инфицирования Медики и ученые в очередной раз напоминают Что эти продукты полезны для здоровья В них много витаминов Но они не лечат, а лишь укрепляют иммунитет В одно время была такая в интернете утка, что чай помогает То есть это все было потом опровергнуто Нет никаких научно обоснованных данных Что имбирь и лимон помогают от коронавируса Вы можете просто использовать его как вкусненькую добавку к еде Кстати, еще в прошлую пятницу Те же лимоны, хоть и по новой цене Были в свободном доступе в Барнауле Сегодня в торговых сетях их не найти Лимонный и имбирный бум привел к острому дефициту этих продуктов Но они пока еще есть на рынках Я ничего не могу сказать, почему они подорожали Вот связи, доллары, связи Это коронавирус, связи, закрыт границ Только одному Богу известно С чем связи Насколько обоснованно взлетели цены на эти продукты Госдума поручила разобраться в вас Ну а мы в свою очередь просим всех жителей не поддаваться панике Не верить всему тому, что льется сейчас в интернет И проверять информацию Помните, что всегда найдутся те, кто воспользуется вашими страхами И наживутся на них Валентина Аскерова, Андрей Печоркин День с толком из дома А вот православных верующих сейчас больше волнует не стоимость продуктов А то, как и где они будут праздновать Великую Пасху Алтайская церковь, как и многие социальные институты Тоже частично перешла на удаленку Как нам пояснили в епархии Службы проводятся, доступ в храмы открыт Однако прихожан просят молиться из дома И общаться со священниками дистанционно Продолжит Илья Кочетков Губительное поветрие Так испокон веков называли на Руси эпидемии Священники говорят, работать в подобных условиях для церкви не в новинку Учитывая, что значительная часть посетителей храмов Люди пожилые, им рекомендовали оставаться дома Вместо этого священники работают на выездах и дистанционно Мы сообщаем телефоны, по которым они могут связаться И заказать те или иные требы и поминовения молитвы Мы также раздали молитвки для прочтения дома То есть те молитвы, которые читаются во время губительного поветрия Все телефоны указаны на сайте Алтайской епархии В самих храмах дезинфицируют иконы Священники соблюдают дистанцию Кстати, в эти дни многие прихожане Заново открыли для себя интернет-технологии Например, проекты «Батюшка онлайн» и «Матушка онлайн» Проекты эти появились несколько лет назад А теперь как никогда актуальны Общение происходит через социальные сети Один из ближайших к нам священников-блогеров С кем удалось выйти на связь Отец Павел Тайчинатьев из Республики Алтай Там на данный момент зараженных не зафиксировано Ну, вы знаете, я не заметил У нас особого беспокойства здесь нет Мы живем в Горном Алтае У нас уравновешивается вся эта информация Окружающими видами горных пасторалей Вот мы видим вот эти все идиллические картины Горы, пасующийся скот на горах Овец, коров, лошадей По словам алтайских священников, пока среди верующих паники нет Митрополии надеются, что так будет и дальше Между тем, уже 19 апреля величайший из христианских праздников Который предполагает многолюдные торжества У Барнаульской епархии говорят, что в течение ближайшей недели Будет решено, как в этом году православные отметят Великую Пасху Илья Кчетков, Илья Халяпин, День с толком Никаких больше вечеринок и шашлыков Судя по фотографиям и видео в соцсетях, Барнаульцам еще пока сложно смириться с тем Что в крае, как и почти во всей стране, действует режим самоизоляции Люди жарят шашлыки буквально возле своих домов И радуют, что хотя бы делают это в узком семейном кругу Прекрасная погода, трасса, здоровье Я думаю, что многие, кто сейчас сидит дома, думают Ну вот бы сейчас шашлычок под коньячок Но у меня сегодня вместо этого с собой муравьиный спирт в качестве антисептика Маска, в эффективность которой я не особо-то и верю Мы решили пройтись по самым шашлычным местам города Чтобы понять, так действительно ли барнаульцы самоизолировались дома Картина постапокалипсическая Выходной, день, трасса, здоровье пустая Нет любителей бесплатных печенек и чая от известной торговой сети Зожники и собачники почти не встречаются Шашлычников и вовсе нет Я знаю, ладно, я до леса доехала, я иду домой Понятно, я немножко Накануне власти попросили воздержаться от прогулок по ленточному бору Тропа здоровья в этих условиях тоже может стать тропой нездоровья Поэтому я бы рекомендовал воздержаться По всей видимости, барнаульцы теперь шашлычничают в узком семейном кругу Как и положено, в 100 метрах от дома Это улица Кутузова Ну а что вы вообще думаете по этому поводу? По поводу режима самоизоляции? Бред Бред, да? Конечно Но это уже не шашлычное место, зато сердце города, площадь Сахарова Обычно здесь даже в будний день очень много гуляющих целыми семьями, влюбленные с детьми Да что уж рассказывать, сами все знаете Сегодня, как мы видим, очень пусто Прямо трагикомедия, случайные встречи Кстати, как признаются барнаульцы, в городе заметно увеличилось количество полицейских Они не успевают до нас подходить, мы уезжаем А мы видим, что они в нашу сторону едут И мы сразу уезжаем, потом приезжаем Не исключено, что скоро в крае ужесточат режим самоизоляции, а штрафы за беспечные прогулки станут реальностью Тогда жителям региона самим не захочется выходить из комнаты и совершать ошибку Ирина Корчегина, Илья Халяпин, День с толком Двоих нарушителей самоизоляции задержали сотрудники автоинспекции всего лишь за один день работы на основных магистралях Барнаула Татьяна Голубева продолжит Так вот, проверки сейчас проходят в круглосуточном режиме Экипажи располагаются возле камер видеонаблюдения Данные о тех, кому запрещено покидать свои дома Это в большей степени люди, которые недавно вернулись из-за границы Предоставил Роспотребнадзор региона Информация поступает на планшетный компьютер полицейских И вот, собственно, как происходит сам процесс проверки Сотрудник ГИБДД, в свою очередь, производит остановку транспортного средства Если водитель данного автомобиля числится в базе данных Роспотребнадзора То составляется административный материал за то, что нарушил режим самоизоляции Кстати, штраф за нарушение режима самоизоляции сейчас составляет от 15 до 40 тысяч рублей В какую сумму обойдется нарушение правил тем, кого уже задержали, определит суд А между тем, полицейские продолжают свою работу на улицах Барнаула И если ваше транспортное средство вдруг остановили, но вы точно находитесь не на карантине Возможно, полицейские хотят вас просто предупредить, что в эти дни И выходить из дома можно только по необходимости Татьяна Голубева, день с толком из дома Мы продолжаем вам рассказывать, как обстоят дела у наших соотечественников за рубежом Юлия и Денис Жеденевы живут во Вьетнаме и успешно ведут свой бизнес Точнее, ввели его до коронавируса Никого нет И так теперь во всем Нячанге Туристам сюда въезд запрещен У Юлии и Дениса туристическая виза на три месяца С ней во Вьетнаме можно жить и работать У пары здесь свой бизнес – школа серфинга Из-за коронавируса отток клиентов начался гораздо раньше, чем закончился сезон Волны есть до конца марта Туристы стали исчезать еще в феврале К счастью, до конца сезона оставалось не так много времени Сейчас супруги приводят в порядок оборудование Восстанавливают доски и костюмы после сезона Занимаются документами и строят планы развития Работы много Но делать ее можно только дома Раньше здесь велась стройка дороги Но из-за того, что пришел вирус с сегодняшнего дня Страна на карантине И поэтому работников распустили Мы сейчас находимся на домашней самоизоляции Мы приняли это решение еще до того, как во Вьетнам пришел карантин официально строгий Мы приняли решение, что мы будем лучше сидеть дома Не будем велькать, не будем лишний раз привлекать к себе внимание Потому что мы прекрасно понимаем вьетнамцев Они напуганы тем, что вирус пришел из Европы Сейчас в Ничанге режим строгой изоляции Закрыты все туристические улицы и даже пляжи Выходить можно исключительно в масках И то, либо за продуктами, либо выгулить собаку Здесь полка первой помощи Антисептики, салфетки Все по вполне нормальным ценам Все люди в масках На входе измерили температуру Но нарушители режима, как и везде, есть Беззакония творится Без масок Байки побросали И тут оздоравливаются Юлия и Денис переехали жить во Вьетнам полгода назад И после того, как карантин закончится, уезжать не планируют Надеются, что к сентябрю, именно тогда вновь появляются волны Все придет в норму А пока уверены, что Ничанг – это не самое плохое место, где можно переждать пандемию Дарья Демиллер, День с толком, из дома Сибирская генерирующая компания в связи с режимом самоизоляции Приостановила очную работу с потребителями Теперь подать показания счетчиков или оплатить услуги за горячую воду или отопление Жители Барнаула, Рубцовска и Бейска могут не выходя из дома Как это сделать, смотрите далее В Барнауле и Рубцовске передать показания можно двумя способами Через личный кабинет системы город Ссылка сайта сейчас на ваших экранах Либо в аналогичном приложении для смартфона Показания принимает и управляющая компания По телефону, чату или эмейлу У барнаульцев также есть возможность позвонить в вычислительный центр ЖКХ Его контакты на экранах Показания принимают до 25 числа каждого месяца А с 1 по 10 должна поступить оплата Рассчитаться можно, не выходя из дома, несколькими способами В личном кабинете системы город Через Сбербанк онлайн и автоплатеж А также на устройствах самообслуживания Сбербанка Путем сканирования QR-кода Расположенного в верхнем правом углу квитанции Что касается бейчан То они могут воспользоваться сервисами компании И провести оплату без комиссии Через услугу личный кабинет На официальном сайте сибирской генерирующей компании Или мобильное приложение СГК Причем мобильный сервис позволяет Не только проводить финансовые операции Но и оперативно получать ответы на вопросы По качеству теплособжения Проконсультировать могут также и на официальной странице СГК ВКонтакте Специалисты СГК особое внимание обращают на пожилых людей Которые на вы с современными технологиями Помочь пожилым людям зарегистрироваться в личном кабинете И оплатить услуги могут их родственники Мы просим позаботиться о своих близких И не подвергать их риску Таким образом избавить их от необходимости Посещать почтовые отделения, банки, управляющие компании И контактировать с большим количеством людей в помещении Пока мы все сидим с вами дома Жители Новосибирска, несмотря на рекомендации Самоизолироваться, приехали в Алтайский край Помогать в случае паводка Речь идет о сотрудниках МЧС 40 человек из Сибирского спасательного центра Уже приступили к работе Их задача свести к минимуму ущерб от возможного паводка А в случае пришествия большой воды Помочь населению Группу разделили на два отряда Они отправились в Бийский и Третьяковский районы Там спасатели откачивают воду, убирают снег Предупреждают население о возможной опасности А также готовятся уберечь край от огня Сейчас, пока позволяет время Спасатели помогают в подготовке территории К предстоящему пожароопасному сезону Устраняют пожарную загрузку Убирают сухостой Принимают другие меры По защите населенных пунктов от огня Все мероприятия проводятся В строгом соблюдении профилактических мер И рамках сложившейся эпидемиологической обстановки Подготовка к бою идет не только на фронте Но и в тылах С сотрудниками горячей линии службы МЧС пообщался психолог Спасатели убеждены, что сейчас самое время Большинство горожан сидит в запертей в собственных домах У них растет уровень тревожности Психолог научила сотрудников колл-центра Нивелировать конфликты Главное слушать Вы можете все проблемные вопросы Написать, как сказать, зафиксировать И в дальнейшем можно наше взаимодействие с вами продолжить А я еще раз напоминаю, что мы с вами до 30 апреля сидим дома Читаем книги, смотрим фильмы, музициры Например, известная группа Little Big запустила свое карантиновидение вместо Евровидения Семен Слепаков записал антикоронавирусную песню, которая набрала несколько миллионов просмотров Кстати, наши алтайские музыканты тоже сидя дома продолжают творить Подробности у Никиты Ермакова Привет, Ира! Да, группа Little Big запустила в своем инстаграм-аккаунте очередной музыкальный челлендж Они назвали его «Карантиновидение 2020» Пользователи выкладывают свои видео в сеть на тему пандемии Пытаясь поддержать друг друга Показывая, что дома всегда есть чем заняться Карантиновидение 2020 Карантиновидение может не увидеть меня Известный КВНщик и юморист Семен Слепаков тоже в своем репертуаре снял дома клип про коронавирус Коронавирус, коронавирус, но почему ты такой трансивный? Не объясни нам, коронавирус, черт и до всех до нас накопался Возможно, просто ты разозлился, что ты родился в какой-то жопе Что был в какашках, мышах летучих, и в доху в крысах ты тусовался Наши местные музыканты тоже балуют своих зрителей музыкальными и поэтическими этюдами в соцсетях К примеру, Александр Волокитин играет на балалайке и рассказывает стихи про коронавирус А Эльдар Бабаев снял клип, в котором объединил семьи из разных стран и городов Которые просят всех оставаться на карантине На карантине оставайтесь вы дома, мы дома За окном весна вступает в силу Ото льда вскрывается река Я куплю бумаги туалетной, пачек 30, чтоб наверняка Известная на Алтае ковер певица Груша Дома на карантине придумывает новые способы разречь себя и подписчиков Не поет, но запустила собственный шуточный флешмоб Привет, сегодня седьмой день моего карантина Я устраиваю флешмоб «Сними себя ногой» Мне кажется, вот это действительно разумное занятие Мышцы большого пальца и малого таза тоже прокачиваются Самоизоляция продолжается Впору выпускать альбомы из дома Сидим дома и творим А что, неплохо? Ждем новых песен, музыкальных марафонов и онлайн-концертов Никита Ермаков, день с толком из дома Переходим к другой теме В Алтайском крае завершился конкурс видеороликов, посвященный юбилею Победы Всего поступило более 300 заявок Попечители фонда депутата Госдумы Александра Прокопьева продолжают отсматривать работу участников 303 видеоролика о ветеранах Великой Отечественной войны Именно столько работ поступило на медиаконкурс «Мы победили. Жизнь продолжается», который в нашем регионе ровно два месяца назад объявил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев Конкурс проводит его фонд социального содействия при поддержке губернатора Алтайского края Виктора Томенко Если судить по географии участников, ролики присылали из других регионов страны Но все же основная часть работ – это старания жителей Алтайского края Идет работа над фильмом «Кодни победы» А это съемочный процесс Над созданием ролика работает семья Шалупиных из Бийска Не просто, признаются участники, было уложиться в заданные рамки Перелистывая семейные архивы и собирая информацию Софья о своем герое и любимом прадедушке узнала много нового Я записала видео около пушки, побывала на площади Фомченко Но я очень удивилась, когда узнала, что в Криведческом музее находится один-единственный солдатский медальон Который принадлежал моему прадедушке Все пришедшие на конкурс работы опубликованы на официальном сайте фонда Александра Прокопьева И каждый желающий может их посмотреть Если и говорить цифрами, то первое место у жителей Наукограда Бийчане сняли и смонтировали 46 видеороликов 45 заявок поступило от барнаульцев На третьем месте Первомайский район 25 работ Попечители фонда Александра Прокопьева, которые и определяют тройку финалистов Уже завершают почти 15-часовой марафон по просмотру видеороликов Победителей определят уже на следующей неделе Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, День с толком На сегодня это все Оставайтесь дома, смотрите Толк До встречи в эфире